Ребята, вот такой зачетный щукоет! Ох ты! Нифига себе! Блин, ребят, просто жесть какая-то вообще! Микрофон работает! Ребят, всем привет! Забежала в машину, блин, так холодно на улице, такой ветер! Думаю, Катя, куда ты собралась? Я собралась на рыбалку, закончила чистить после ночного снегопада машину, жду, пока она пару минут прогреется, и решила для вас записать начало своих приключений. Не знаю, еще доберусь ли я сегодня до рыбалки, объясняю. Все праздники у меня в Киеве не было, тут был лед, потом была оттепель, и, короче, после всех этих оливье и заседаний с родственниками, с друзьями, я просто хочу тупо на рыбалку, вот уже нет сил. Я думаю, все, неважно, пострела в окно уже на ту погоду ужасную, на улице минус 5, ощущается, как минус 12. Вчера сделала пару звонков, узнала, что есть открытая вода, ну, потому что на лед я пока не рискую, я на лед выхожу только на очень крепкий, вот. Кроме как побегать где-то со спиннингом, вариантов нету. Надеюсь, что я, когда доберусь до озера, там будет открытая вода. В этом году я на лед еще не выходила, был хороший лед в Киеве до оттепеля, и мне еще вот буквально недавно парень, один, писал, спрашивал, Кать, можно ли выходить на лед? Очень вас всех прошу, уже несколько у меня знакомых в этом году провалились. Не надо спрашивать у блогеров, можно ли выйти на лед. Если вы знаете, что есть лед, берете пешню, идете и самостоятельно проверяете. Не выходите на лед меньше 5-7 сантиметров, даже меньше 7, это небезопасно. Многие ходят на лед, когда 3 сантиметра, я не рискую и вам не советую. Ну что, ребят, я запарила себе чай, забрала с собой солянки горячие, нагрела собственное приготовление в термобокс. Короче, есть чем согреться. По поводу еще одежды, сразу вначале говорю, буквально вот сегодня утром подписчица мне писала, типа по поводу термобелья, что я ношу термобелье, демонстрирую, карпадем, этой термухе уже больше двух лет, что она очень дешевая, но на сайте стоит со скидкой 500 гривен, так, цена 550. И теплая или классная, ну, ребят, было бы мне холодно, я бы два года не носила. Я вам очень рекомендую, классная термуха за 500 гривен, даже за 550 там без скидки, вы лучше не найдете. Уже немножко оскошлотилась, ну, ребят, ну, два года, извините, ношу. И у Саши тоже такая термуха есть, поэтому вам от души советую, ссылочка будет под видео. Ну, а я начинаю пробираться по снежным завалам на рыбалку. Здесь как-то метет поменьше, чем в городе, я уже прям была настроена плохо, может быть, потому что лес вокруг. Есть ребята еще такие, кроме меня, сумасшедшие, кто в такую погоду ездит рыбачить на спиннинг. Блин, там такой склонный, я сейчас съеду, наверное, на своем заднем приводе, а потом как подниматься, поднимусь или нет. Смотрите, какая красота зимняя сказка. Да нормально все вообще, отлично. Ребят, помните, кто мне писал, что машина для рыбалки не подходит. Посмотрите, снег. Правда, очень классная резина зимняя, новая, только купили. Отлично я доехала. Я уже рада, что из дома выбралась, уже неважно, сейчас будет ли открытая вода. И все, вот у меня здесь помещается то, что мне надо. Сумочка, спиннинг, подсак. Тут у меня сейчас камера. Вон у меня с собой, как я и говорила, чай горячий. Здесь у меня соляночка. Сейчас вам покажу фишку. Посмотрите, какая красота. Это вот такой термоконтейнер сразу с ложечкой. Очень хорошо держит тепло. Я утром нагрела себе солянку, залила сюда, добавила сметанки и потом позже пообедаю. Ну что мы видим? Немножечко есть открытой воды. Вот так, затем чуть-чуть. Интересно, поймаю сегодня что-то. Вообще будет здорово, если вот сейчас зимой, когда рыба-ткань неактивная, вообще будет поймать несколько хороших щучек. Я уже была однажды на этом озере, но тут раньше была вообще неадекватная администрация. Но мне сказали подписчики, что тут уже новые владельцы, новая администрация. И они нормальные, порядочные. Можно ездить. Вот и проверим, поменялось ли что-то. Смотрите, я не могу идти, мне кот не дает идти. Он не дает мне просто идти. Под ноги. Куда ты под машину собралась? А ну-ка, нельзя. Ребят, проверяйте. Сейчас вот зимой всегда животных, чтобы не было там в колесах, они мерзнут, видите, и уже почувствовали горячую машину и хотят туда залезть. И жрать, да, хотите? Сейчас прямо рыбкой вас покормлю, если получится. Ну что, первый заброс 2022 года. Или, как говорит мэр города Киева, 2222. Шутка уже неактуальная, знаю. Посмотрите просто, какая красота невероятная. Так метет хорошо. Интересно, работает эта система, типа, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Как проходит первая рыбалка Нового года, так и все остальные будут проходить. Как думаете, это действует или нет? С первого заброса не поймала, ну и хорошо. Хорошо. С первого заброса не поймала, так и все остальные будут проходить, так и все остальные будут проходить. Ох ты! Нифига себе! Нормально! Ты шо, иди сюда! И такая поклёвка была прикольная. Небольшая щучка, но тем не менее, блин, класс! Ребят, смотрите, аккуратненько за краешек пасти. Такая красотка. Блин, круто, реально первая. В 22-м году моя рыба-щука на силикон-вист риппер. В красивом лесном озере. Ребят, я не вижу там кадра, сама себя снимаю сегодня. Вот такая моя первая щучка. Всё, бомба! Я ожила. Продолжаем. Ребят, это для котов сильно большая добыча. Там щука. Хотя, конечно, на четверых нормально, но я отпустила. Первую рыбу свою в новом году. Решила дать ей жизнь. Значит, вот такой силикончик. Это один из моих любимых. Напротив снежка покажу. Называется он Вист риппер. Это 3 дюйма. Двойник тут Азора. Очень хороший цепкий. Вольфрамчик флагмановский или азоровский, не помню уже. На флюре 0,55-м тоже Азура. Раз уж такое дело, рассказываю. Значит, спиненка Буриза. До 16 грамм 4,16. Катушечка Азура Фортран 2500. Единственное, что не помню, что это у меня здесь за шнур, ребята. Вообще не помню. Уже там 100 лет. Ух ты, сход, что-то подцепило. Мелочь какую-то. Я в шоке от такого клёвого, честно говоря. Сейчас 11 января сегодня. Я в шоке от такого клёвого, смотрите, содрала к силиконку. Как бы для января месяца это прям раздача. Ребят, чуть переместилось. Короче, кольца обмерзают настолько быстро. Вот два заброса, в принципе. И всё, и надо чистить. Не помогают эти силиконовые штуки, на самом деле, я не знаю. Кто-то говорит, что помогает. Я думаю, что они не помогают. Но, в принципе, на что я рассчитывала, на улице минус 5. Кольца, конечно же, должны обмерзать. Что поделать. Я думаю, что этой ночью обещают минус 13. И вот это вот всё, что здесь осталось незамёрзшим, что оно всё, безусловно, замёрзнет. Фух, я так рада, что я вырвалась на рыбалку. Ещё утром открыла окно, знаете, и такой дубарь. Думаю, блин, Катя, ты куда собралась? Смотрю, машина залеплена всё снегом. Думаю, пока ты её сейчас почистишь. Пока это ло пятое, десятое. Короче, ребят, есть время. Садитесь на маршрутку, неважно, пешком, на машину, на такси, куда угодно. На рыбалочку. Я вот сейчас стою, знаете, как зимняя сказка. Вот какой-то фильм напоминает вокруг лес, озеро, снег метёт. Только в этих сказках нет в руках спиннинга, и не ловится щука, как у меня. У меня своя сказка. Пришло время снимить приманку, ребят, потому что, мне кажется, нужно что-то более объёмное сейчас предложить ей. Рыба неактивная, её на самом деле сейчас харит. Вот это вот бегать. Вот, надо что-то вот, вот что-то такое даже. Что-то вот такой фэтик яркий. Или вот оранжевый такой здесь. Ну, сейчас попробую, жёлтый вот этот. Или даже вот фиолет. Нет, давайте жёлтый сначала, чтобы посмотреть, какая будет реакция на эту приманку. Была ещё у меня вот эта одна поклёвка нереализованная на риппер. Посмотрим, как сейчас будет работать фэт. Это кайтековский. Оригинальный. Это не реплика, это просто кайтек фэтик. Снега столько. Снова замёрзли кольца, что уже леска не проходит. А что ещё делать? Попшик она тут у меня с силиконовой пропиткой. Катушка, кольца. Может быть, я какую-то не ту фирму использую, не хочу никому делать антирекламу. Напишите в комментариях, кто пользуется вот силиконовой пропиткой. Вот этой, чтобы не замерзал шнур и кончик удилища. Я посмотрю на ваши рекомендации и куплю себе, если кто-то что-то будет реально советовать. Что пока что я в ней мало вижу толку. Что так, что так мёрзнет. Ну, может, чуть-чуть меньше мёрзнет с пропиткой, чем без неё. Ну, всё. 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 Ребята, еще немножко перемешали. Конечно же, второй минус зимнего спиннинга, кроме того, что сильно обмерзают кольца, это то, что у тебя очень ограниченная акватория, то есть, ну, приходится ловить там, где есть открытая вода. Вот я опять немножко переместилась, нашла еще промоину. Попробую тут поймать. Опять замерзла все нафиг. Ах ты! Вот такую пробую штуку. Это двухдюймовый флагман, по-моему, Мистик называю. Нет, не Мистик. В общем, это флагмановский маленький силикончик. Найду ссылку, под видео оставлю. Сейчас поймаю рыбку на него. На прошлой рыбалке прям только на него у меня и клевало. Ну, то было на дичке. На диком озерце. На диком озерце. Не вижу для себя больше никакого другого решения, кроме как идти вон туда. Там есть еще промоина, я видела издалека. Не знаю, она такая, что на нее можно забрасывать в берег или нет. По льду было бы, конечно, гораздо ближе пройти, но я не рискую. Я думаю, что он довольно-таки крепкий местами. А местами все-таки промоины эти есть, видите? Сейчас через лесок пройдемся, будет нормально. Дошла. Ура! Это крайняя точка сегодня. Ой, блин! Чуть навпала. Рыбалки, ребят. Мостик надежный. Не хочется проваливаться сейчас. 11 января. Ох, все. Попробуем тут поймать. Ух ты! Блин, сход! А-а-а! Капец. Обидно. Жесть, я, блин, как-то... Хорошая была поклевка. Но я не засекла рыбу. Но радует, что хотя бы я знаю, что эта приманочка подходит сейчас. Недалеко уже от берега взяла. Хорошая была. иди сюда малая вот так ребята вот так видите я была не права по поводу теории большой приманки нифига вот я дело ох она и отцепилась сама одела маленькую приманку двухдюймовую и вот вам пожалуйста две поклёпки сразу возможно и там рыба тоже была но она не реагировала потому что не та была приманка так ребят вот такой щукоет сразу отпускаю потому что она какая-то невменяемая тут все у меня бы перепутывала чисто ради эксперимента одеваю снова бистрипер но в другом цвете 3 дюйма у меня на него клевала там самом начале когда я поймала рыбку и сейчас клюнула на такой же по форме силикон только два дюйма это дело в форме или в размере сейчас узнаем в цвет приманки не особо верю вот в размер форму верю что она больше силикон может клюнуть большая рыбка у нас горизонт завален ребята извините ну-ка 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 а вот 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 Продолжение следует... Хорошая была, но она без поклёвки, она тупо села на проводке. Так что видите, что и требовалось доказать. Важна форма. Сейчас хочет работать вот такая вот форма. Как Изи Шайнер. И на него ловится. Хороша. Ой, хороша. Я не думала, что эта рыбалка будет такая. Я и не рассчитывала на такой балдёж. Блин, как классно клюнула эта щука, ребята. Посмотрите. Кстати, эта уже клюнула на такую же приманку, но оригинальный кайтэч. Я специально взяла, поставила оригинал. Думаю, посмотрю, ловится ли на него в другом цвете. Ловится. На реплики ловится, на оригинал ловится. Никогда не понимала, зачем тогда платить больше. Пачка силикона за 150 гривен. Или... За 35, за 50 гривен есть на них реплики. Вот, видите? Ребята, вот такой зачётный щукоет. Январьский. Оп! И мы его, конечно, тоже целуем. И топим. Эта поклёвка была очень бомбическая, очень крутая. Хорошо, что у меня такой длинный, видите, с собой подсак удобный. Эта ручка длинная. Зимой. Удобно, что не путаются тут крючки, ничего, что оно силиконовое. И длинная ручка, что удобно брать. То есть, я ещё переживала, что если лёд будет, знаете, перед мостиками, что придётся далеко вытаскивать руку. Льда перед мостиками нету, но длинная ручка, это в любом случае всегда удобно на подсаке. Жалко, для лодок нет таких. Но мне объяснили, что просто они очень будут тяжёлые, если лодочные большие подсаки такие делать. Да, блин. Закуталась, как капусточка. Ветер очень холодный, знаете. Вот всё-таки, когда на улице минус и ветер, не зря синоптики пишут, да, что там минус один ощущается, как минус один. А сегодня написано, что минус пять ощущается, как минус двенадцать. И я вам скажу, это правда. Пальцы его красные, нос красный. Спойду солянку свою есть горячую. Надо согреться как-то, знаете. Она жирненькая, домашняя. Сейчас нормально будет. Чай, соляночка. И можно продолжать. Прошло время пообедать, ребят. Просто жесть какая-то вообще. Микрофон работает. Вроде видео пишут. Короче, телефон вообще обалдел от холода. Вообще перестал работать. Я в шоке. Сегодня без Ярика. Я тут полчаса рассказывала, как я ела свою солянку. Тут уже вам показывать почти нечего. Смотрите. Всё, что осталось, блин. Такая классная горячая соляночка у меня была. Уже тут про рецепторы всё вам рассказала. Батареи от GoPro сели. Всё, села. Коты не пришли. Я думала с ними поделиться солянкой. Но самый нужный момент, когда у меня оказалась еда, я как-то не оказалась рядом. Ребят, буду так снимать, чтобы было меня видно. Ну, вижу, что снимаю. Знаете, на фронтальную камеру. Телефон просто вырубается. Я не знаю, как мне это видео доснять. Сюда беру с собой еду на рыбалку. Неважно, готовую или полуфабрикат. Я сама вкусно готовлю. Конечно, вы мою солянку уже там не увидите, не попробуете. Но можете спросить у моего мужа. Она обалденная. Я вот себе такую штуку приобрела. Это термобокс. Подготовываю еду. Я утром себе нагрела, сюда положила. И вот сейчас горяченькая на природе поела. Их делают разные производители. Это фирма Ranger. Украинский производитель. Они делают термосы, термокружки, подводные камеры. Кстати, у них и для кемпинга много разных есть вещей. Хороший бренд украинский. У них классная цена. Для того, чтобы много вам не рекламировать, сделаны из качественных материалов. И они дают на свою продукцию пожизненную гарантию. Кто, если не уверен в своем качестве товара, будет давать пожизненную гарантию? Вы видели, у меня есть точно такого же цвета термос. Есть еще черный термос. Я нашему оператору Ярику подарила один термос, термокружку. Тут двойная стенка, сталь. Отличное качество, хорошая краска вот эта порошковая. В руке не скользит, не облазит. Они, кстати, делают гравировку по заказу, если хотите кому-то на подарок. Отличная вещь. Ложка в комплекте. Есть у меня еще с собой термокружечка. Сейчас вам покажу. Красивая такая. Вот, смотрите. Я только кофе в нее делала в этот раз. Чай. Тут вот она закрывается вот так. Открываешь. На кнопочку. И чайок. Надо немножко подожать. Он, наверное, горяченый. Очень хорошо держит температуру. Я просто открыла себе соляночку, подождала, пока остынет. А тут все время закрытая была. А в такую холодную погоду на рыбалку без горячего ездить это себя не любить. Вот это о чем я и говорила. Зачем длинная ручка под сака? Видите, тут перед кромкой льда надо достать рыбу. Половись, пожалуйста. Тут мерзну ради тебя. Жду тебя. подождите. Расслед ура на нытье ребят на нытье бывает тоже работает ух ты такая сильная рыба здесь не-не-не лёд 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 давай мой подсачек опты слушайте ровно хватило длины подсаки чтобы её взять вроде щучка не крупная но такая сильная капец я в шоке вообще то ли просто я давно на рыбалке не была и соскучилась за вот этими вот поклёвками иди сюда руки не слушаются уже меня смотрите какая рыбулька рыбку освободила вот надо максимально быстро отпускать ребят что на морозе она сама в шоке она сначала сопротивляется а вот достаешь её уже на поверхности всё она уже она уже не пытается сопротивляться она просто не может она сама такая у неё глаза были бы такие выпученные такие думают женщина отпусти меня скорее уже так пока я ещё могу но пальцы так себя себя слушаются конечно уже короче так ты шо ааааа была 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 зараза была зараза метель метет я думаю блин ну почему так адски холодно почему так пекут пальцы смотрю на термометре минус восемь ощущается как минус пятнадцать конечно холодно блин сегодня ночью обещают минус тринадцать и такой плотненький мороз но вот начало к вечеру реально холодать начало холодать но видите рыба все равно у меня ловится как выйти с этой рыбалки кто знает так что была вот эта поклёвка здесь такая слабенькая о нет о нет это зацеп это мёртвый зацеп шнур да какой у меня хороший о все все ребята мои хорошие это значит пора домой я не уверена что сейчас нормально привяжу себе снасть это уже будет мучение сильно замёрзла самое главное я не ожидала что моя первая рыбалка 20 22 так круто начнется и так круто закончится что я поймаю столько рыбы но это прям кайф еще в такую сказочную погоду спасибо вам что вы меня смотрите спасибо всем посмотрел до конца для вас стараюсь и до встречи на новых рыбалках всех обняла пока 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 пока